Новый генеральный директор Садку Мира уже который месяц не выплачивает своим рабочим зарплату. Подробности смотрите в репортаже Амины Смаковой. Карагандинская областная библиотека имени Гоголя запустила новый проект «Читай летний город». Подробнее в репортаже Бакатгуля Касовой. В Караганде бастуют рабочие горнорудные компании Садкомер. Три месяца они не получали свою зарплату. Предприятие не пополняет пенсионный фонд трудящихся. О непростых трудовых отношениях расскажет Амина Смакова. Не подписывает. Так же написали тот раз. Около 15 рабочих компаний Садкомер собрались перед офисом. Их главные требования – получить свою заработную плату и вернуться на трудовую вахту. Уже больше трех месяцев они не видят положенных им по закону денег. 11 июля они написали заявление руководству, чтобы то отпустило их в отпуск без содержания. За прошлый месяц мы выехали с вахты, возмущенные не выплатой заработной платы и пенсионного фонда с февраля месяца. То есть полгода нам пенсионный фонд с нашей заработной платы удерживает, но на счета он нам не поступает. Мы проверяли свои счета, бумаги у нас имеются. Заработная плата с мая месяца у нас не выплачивается. Нас перекупили где-то в январе, в феврале, новые какие-то хозяева. Раньше в компании все было более-менее нормально. По словам бастущих, генеральный директор компании на вопрос, где наша зарплата, ответил, что он, как и работники, зарплату пока не получал. Он говорит, мне тоже зарплату не выплачивают. Смотрите, с февраля месяца у вас нет начислений, а зарплаты нету с мая месяца. Сам генеральный директор крупной компании утверждает, что из 200 рабочих на вахте небольшие финансовые затруднения не смогли понять только эти 15 человек. На руках у него только 6 заявлений об отпуске без содержания, где остальные 9 неизвестны. А если заявлений нет, то получается, что они просто прогуляли конец июльской вахты без уважительной причины. На сегодняшний день они мне сорвали работу на прошлом месте. Где их заявление на 4 дня? Где объяснительные? Где больничные хотя бы? Я же должен видеть какую-то бумагу. Ну, соберите их, объясните их. Почему я должен собрать? Я уже с утра 10 раз разговаривал. Ребята, я говорю, вы мне принесите бумагу. Если болел, больничный весь, пожалуйста. Если оправдательная бумага есть, оправдательная бумага мне на стол. Вот оправдательная бумага для меня на сегодняшний день. Подписано мной 11 числа. Это я считаю, что оправдательная бумага. Это законным основанием на 6 человек. А остальные 8, где они были, я даже не могу понять. Мухаммеджан Усенов утверждает, что часть выплат и пенсионных отчислений уже поступили. Финансовое положение компании налаживается. Обращениями в департамент по защите прав трудящихся руководство компании не напугать. Теперь у бастующих прибавится проблем. Пускай обращаются в высшестоящий орган. Я не вопрос, я отвечу везде. Потому что у меня совесть чиста. По словам генерального директора компании «Садку Мир», ситуация налаживается. Однако бастующих до сих пор не допускают до работы. Амина Смакова, Лжас Габасов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Еще одна авария произошла сегодня на пересечении улиц Гоголя и Садпаева. Причиной ДТП стала высокая скорость. По версии очевидцев, превышая скорость, водитель автомобиля ВАЗ проехал на красный свет и совершил столкновение с машиной «Опель Омега», которая в это время ехала по улице Волгодонская. Двое пассажиров 22 и 45 лет, которые находились в «Жигулях», с различными травмами были госпитализированы. Обстоятельства ДТП выясняются. В Майкудуке 20-летний карагандинец до смерти забил бездомного. Преступника задержали сотрудники криминальной полиции Октябрьского района. Парень во всем сознался. Оказалось, что 30 июля, находясь на территории пункта приема Стеклотары в 12 микрорайоне, в ходе возникшей ссоры молодой человек деревянной битой избил бродягу, который от полученных травм скончался на месте. Поняв, что избитый им человек мертв, парень убежал. В следующем году чиновники обещают решить проблему теплоснабжения домов в так называемых малых поселках. Здесь планируют установить электронагревательные котлы. Инициаторами проекта стали карагандинские депутаты. Они уже написали ряд рекомендаций исполнительным органам. Проблему насущно обсудили накануне на заседании постоянных комиссий городского маслехата. С 2007 года депутаты не устают поднимать вопрос о создании комплексного плана теплоснабжения малых поселков. Домов, которые отапливаются чем придется, и печками, и даже буржуйками в черте города более сотни. Народные избранники выезжали на места, писали десятки рекомендаций исполнительным органам. Строить котельные дорого, а автоматизированные системы управления теплоснабжения не дают необходимого обогрева помещений. Высказано пожелание и такая информация, что ОСОН не могла в полной мере дать столько тепла, сколько необходимо для жителей. В связи с чем жители перешли на обогрев от электроисточников. Причем не всегда эти электроисточники соответствуют все необходимые требования. Сегодня город испытывает энергодефицит. Тепловые сети исчерпали свою пропускную способность. Потому подключить поселки к централизованному отоплению невозможно. Депутаты, в свою очередь, предлагают в рамках пилотного проекта установить в таких домах электронагревательные котлы, а каждую квартиру оборудовать счетчиком потребления. Когда общедомовое, мы потеряем все сразу. Почему? Потому что один другого не доверяет. А это будет каждый свой счетчик. Свой, извините, жрения, котел свой маленький такой. Это Россия показывает пример. Кажется относительно индивидуального, квартирный. Все. И пусть они живут. Однажды народные избранники уже обращались к властям с рекомендациями подготовки комплексного плана и разработки ПСД на техническое переоборудование. Рекомендации чиновники проигнорировали. Однако накануне все же пообещали подать бюджетную заявку на следующий год. Пока жители малых поселков решают вопрос, как жить, участники программы «Доступное жилье» думают, где жить. О том, сколько, где и какое возводится жилье в Караганде, отчитался руководитель отдела строительства. В 2013 году планируется начало строительства трех дополнительно жилых домов. Это пятиэтажные дома, площадью количеством 65 квартир. Это по известным вам адресам Березову и Кузембайу. Ведется разработка проектно-смедлянной документации трех жилых многоквартирных домов в микроорганизме «Панель-Центр», тоже по линии жилосвозбережения, количеством квартир 752, площадью 60 тысяч метров квадратных. Ирина Камышова, Жасулана Мандыков, Асхат Эбидулов, 1-й Карагандинский. Более 20 тонн меда привезли в Караганду пчеловоды из Восточно-Казахстанской области. Медовые производители будут реализовывать свою продукцию по относительно низким ценам. Мероприятие уже посетила городская администрация во главе с Акимом Мирамом Смогуловым. Репортаж Марка Брышко. Карагандинка Екатерина Червова – частый посетитель продуктовых ярмарок. И в этот раз женщина пришла посмотреть, чем торгуют. И была приятно удивлена. На прилавках изобилие ее любимого лакомства. Я здесь рядом живу, пришла, купила мед. Ну, на вкус мне понравился. Злата Скуратова, представитель одной из медовых компаний Усть-Каменогорска, аккуратно размешивает драгоценный мед, рассказывая покупателям о его целебных свойствах. На этой медовой ярмарке продавец планирует реализовать полтонны этого сладкого продукта. Мед идет разнотравие. Лично у нас идет горно-полевое разнотравие. Есть последняя качка. Здесь идет уже трава плюс гречиха. Также мы привезли пыльцу. У нас есть воск. В ярмарке участвуют более 11 сельских округов Клубоковского района. Пчеловоды привезли в Караганду 20 тонн меда 180 видов. Средняя цена за килограмм золотого лакомства не превышает полутора тысяч тенге. На открытии ярмарки меда побывал Аким Караганды, Мирам Смогулов. Городоначальник отметил, что подобные мероприятия являются поддержкой отечественного производителя натуральных продуктов. Ярмарка состоялась в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве между главами Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей. Последняя славится великолепным медом. Горный мед Алтая за свой вкус и целебные качества считается одним из лучших в мире. Здесь вот мы, наверное, видели, каждая пасека имеет своих отдельных производителей. Вот вы видите пыльца прополюса. Это чисто лекарственный мед. Ярмарки проходят с 31 июля по 4 августа. Медовую продукцию можно приобрести у торгового центра «Юбилейная» на проспекте Нуркена-Абдирова, торгового центра «Гринмарт» на проспекте Республики и на коммунальном рынке «Гасыр» на микрорайоне «Восток-1-2». Также медовая продукция будет реализовываться в городах Тимиртау, Абай, Шахтинск и Сарань. Самые большие фанаты меда уже посетили это мероприятие. Ярмарка продлится в течение четырех дней. Не упустите и вы свои возможности насладиться этим солнечным лакомством. Вкусно. Мар Брюшков, Лжас Габасов, Марат Култенов. Первый Карагандинский. Библиотека на открытом воздухе. Карагандинская областная библиотека имени Гоголя запустила проект «Летний читай город». Познакомиться с произведениями великих классиков и фантастов можно прямо в сквере у Вечного огня. О необычной акции расскажет Бакатгуле Окасова. Достоевский, Толстой, Пушкин. Произведения великих классиков давно пылятся на полках библиотеки. На этой акции каждый желающий мог выбрать интересную книгу. Евгений Махонин, любитель классической литературы. Сюда он пришел с сыном, чтобы привить ему любовь к чтению. Посмотрели литературу. Очень интересно, что литература разнообразная. В целом возможно почитать. Думаю, что подойдем еще в следующий четверг. Если увеличится количество книг, то знал, что есть американский уголок в библиотеке именно Гоголя. Будем пользоваться. К числу читателей может присоединиться каждый прохожий и выбрать книжку на свой вкус. По словам сотрудников Гоголевки, мероприятия такого характера могут максимально приблизить библиотеку к читателю, создавать благоприятные условия для чтения и отдыха горожан. С июля месяца мы выходим на Алиханово. Близлежащие жители, которые живут в этом районе или просто прохожие интересуются. Помимо художественной литературы, летний читальный зал включает книги из области фантастики и детективы. Также в библиотеке работает американский уголок. Клуб посещают и на станции. Это хорошая площадка для изучения английского языка для горожан. Сейчас в базе нашей акции мы раздаем книжки на английском языке. Это художественная литература, учебники, получается журнал для преподавателей. Также играем в известную группу Истер и собираем пазл с карту Соединенных Штатов Америки. Летний читальный зал будет работать каждый вторник и четверг до первого сентября. Специально для читателей библиотека будет пополняться интересными книгами. Узнать, как исполняется в регионе программа форсированного индустриально-инновационного развития, приехали сенаторы. Одним из объектов посещения стал фармацевтический логистический центр «Аманат». Комплекс был открыт в прошлом году. Проект стоимостью более миллиарда тенге реализован благодаря государственной поддержке по программе «Дорожная карта бизнеса-2020», что позволило ускорить реализацию проекта. Центр возвели с нуля за полтора года. Отметим, что в Казахстане подобного комплекса с автоматизированной системой управления еще не было. Сегодня уникальный центр обеспечивает весь Казахстан фармацевтической продукцией. Очень на высоком уровне, современном, инновационном уровне, выполненном, мы убедились. Люди, почти здесь 50 человек обеспечивают полностью эту работу, автоматизировано, все в электронном виде выдается. Действительно, деньги вложены куда надо. Аким области Баужан Абдишев просит правительства Казахстана забрать в республиканскую собственность два полигона с ртутными отходами и загрязненный коллектор, расположенный в Тимиртау. Глава региона сообщил, что на полигоне Алан захоронены отходы первого класса опасности. Ртуть в главной водной артерии центрального Казахстана, реке Нура, начала скапливаться с 50-х годов, когда в Тимиртау был запущен завод «Карбид» по выпуску синтетического каучука. Также глава региона просит правительства забрать в собственности загрязненный коллектор Тимиртауского электрометаллургического комбината. Предприятие добывает марганцевую руду и известняк и производит из них ферросплавы и карбид кальция. Баужан Абдишев просит правительства не только взять объекты под опеку, но и выделить средства из бюджета на строительство нового коллектора. Почти полвека предприятие работало в полную мощность, не имея системы очистки и ртутных отстойников. Ртуть напрямую сбрасывалась в реку Нура. В 1999 году правительством РК был принят зонтичный проект. В проект были включены работы по очистке реки Нура от ртути. Компания «Казах-ювелир» привезла в Караганду выставку продажу эксклюзивных изделий. Серги, кольца, подвески, изделия с бриллиантами из новой коллекции теперь можно приобрести в салоне «Казах-ювелир» со скидкой до 20%. Специально для клиентов и гостей салона на период выставки прибыл специалист по драгоценным камням и металлам из Алматы. Подробности в материале нашего корреспондента. Здесь мы представляем наши эксклюзивные изделия. Это колье с бриллиантами. В первый же день, узнав об акции в салон ювелирных изделий «Казах-ювелир», пришли многие почитатели изысканных и качественных украшений. Марина Чунту с завидной регулярностью посещает этот салон, рассказывая, что еще нигде не видела такого большого выбора драгоценностей. Я получила смс-сообщение о том, что в «Казах-ювелире» проходит выставка продажи ювелирных изделий. Я постоянно прихожу сюда, потому что я знаю, что я могу спокойно, честно, доверяю качеству, потому что здесь мне дадут хорошую информацию по ювелирным изделиям. Несмотря на все трудности первых лет независимости Казахстана, компания смогла сберечь славные традиции, высокое качество и доверие своих клиентов. «Казах-ювелир» сотрудничает с крупнейшими ювелирными компаниями России, Армении, Италии, Украины и Белоруссии. В эксклюзивной ювелирной коллекции представлены украшения зарубежных мастеров, а также изделия отечественного производителя завода «Скиф». Мы не боимся своих конкурентов, потому что наши изделия говорят сами за себя. Мы предлагаем достойный товар. Все изделия собственного производства и импортируемые изделия проходят проверку в пробирной палате нашей республики. У нас есть свои эксперты-гемологи, которые тоже проверяют эти камни наши свои и камни наших поставщиков. То есть проходит изделия у нас двойной контроль. Эксперт-гемолог Бакша Дамибаева специально на период акции приехала из Алматы. По ее словам, любой желающий может прийти в салон «Казах-ювелир» в Караганде и провести бесплатную экспертизу своих украшений. Выставка-продажа будет проходить в шахтерской столице с 1 по 5 августа. Посетитель, который приобретет на выставке какое-либо ювелирное изделие, получит в подарок денежный купон для приятных покупок. А 10 августа для всех покупателей состоится розыгрыш призов с главным призом – изделием с бриллиантом. Марк Брюшко, Засулана Мандыков, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Суицид склонен к омоложению. К такому выводу пришли на мероприятие, посвященном профилактике подросткового суицида, которое организовали сотрудники Управления образования и Департамента по защите прав детей. На семинары присутствовали психологи и преподаватели высших учебных заведений. Основной пик суицидов приходится на людей в возрасте 15-19 лет. В большинстве случаев пытаются покончить с собой девушки ввиду ранимой натуры, заключили специалисты. Причинами в большинстве случаев выступают ссоры с близкими или смерть одного из них, а также страх перед каким-либо наказанием. И показано соотношение, то есть попыток самоубийств и завершенных самоубийств – это 50 к 1. Выпуск продолжит новости спорта. О них расскажет мой коллега Берик Апаров. Он уже в студии. Берик, тебе слово. Спасибо, Ирина. Новости спорта через пару секунд. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок – Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. Сегодня в 22.00 по времени Астаны единственный представитель Казахстана в Лиге Европы Актубе встретится на своем поле с исландским бредабликом. Самый опытный еврокубковый боец Казахстана, по оценкам букмекеров, подходит к поединку с исландской дружиной в ранге явного фаворита. В случае победы гостей, поставивший на них, может увеличить сумму своей ставки почти в 8 раз. Отчасти эти сравнения, возможно, основываются на матчах Актубе четырехлетней давности, когда нынешний лидер Премьер-лиги камня на камне не оставил от чемпиона Исландии тех лет Хафна Фьордура, который по итогам двух матчей шесть раз доставал мяч из своих ворот. В случае прохода в следующий раунд Актубе повторит свой самый успешный результат – четвертый и последний квалификационный раунд Лиги Европы. Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Мирослав Бираник назвал состав сборной на предстоящий товарищеский матч с Грузией. В список вызванных футболистов попали Александр Мокин, Максад Байжанов и Сергей Хижниченко. Также в число резервных игроков, которых могут вызвать сборную в случае травмы кого-то из основы, попал и капитан Горняков Андрей Финоченко. Стоит отметить появление капитана Кустанайского табола Нурбола Жумаскалиева. На этом новости спорта подошли к концу. Берегите себя и занимайтесь спортом. Спасибо, Берег. Это все новости на сегодня. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го Карагандинского, 42-06-49. Звоните, делитесь интересной информацией. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Аман Саугонсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова